Санта-Сусана Чемпион Европы, чемпион мира Сейчас пытаюсь быть функционером и судьей Ну, попытка удачная, на твой взгляд, или как, Саша? Попытка в чем? В функционировании? В функционировании, в судействии, в организации Ну, пробую проводить соревнования в Кирове Судить пытаюсь, вот здесь сужу, в Санта-Сусане Вчера судил, сегодня буду судить Ну, вроде пытаюсь не косячить Ну, хорошо, я за тебя тогда скажу Все у тебя хорошо получается, на самом деле Люди это видят, люди оценивают И я думаю, что дальше будет еще только лучше Хотелось бы из этой сферы такой же вопрос задать Вот чемпионат Европы проводится Как ты по организации его проведения, что-то пару слов хороших, плохих, может быть, скажешь? Ну, я стараюсь так про плохое поменьше говорить В целом, мне кажется, все неплохо, учитывая то, что тут как бы объединили три чемпионата Европы И народу, по-моему, 1300 участников, что ли? Нет Значит, общее количество участников Порядка, почти 800 человек, немножко не хватает Наверное, с функционерами Вместе с функционерами и всеми остальными чуть больше тысячи Ну да, вот мне кто-то вчера сказал 1300, я не знаю Вот, поэтому народу очень много Естественно, организовать это все за один день, прием Конечно, какие-то накладки могут быть Я на себе ощутил, что такое со всех собрать деньги И отстоять очередь, чтобы их сдать И чтобы не было никаких расхождений Вроде получилось выйти в ноль Никому ничего не должен Вот, и сам в минусе не оказался Это радует А так, питание классно организовано в отеле Три раза в день Даже для спортсменов еще дополнительное питание Два раза в день По сути, пять раз в день И организация соревнований непосредственно на сцене Свет хороший, за кулисами место для спортсменов есть Судят довольно быстро Судейство налажено хорошо И довольно, по-моему, объективно Так что, в целом, я доволен Хорошо, по чемпионату видно у тебя позитивное лицо Блеск глаз такой здоровый, улыбка Сегодня только здоровая Все хорошо Нет, Саня, не спорь Сегодня все видно Мы вчера тебя не снимали Поэтому можно сейчас все что угодно говорить Что ты там устал вчера Сегодня ты уже блещешь, так сказать, здоровьем Выплескиваешь положительные эмоции И вопросы, так сказать, чтобы тебе эти эмоции Эти выплеснуть По специальности следующего порядка На сегодняшний день идет горячая полемика На западных сайтах, на страницах Средств массовой информации В том числе, которые опосредованно подчинены Структуре, которая называется и в BB Pro League О том, что мужской бодибилдинг За последние два-три года Фактически находится в состоянии умирания Количество спортсменов Количество турниров вроде профессиональных Больше и больше становится Но количество спортсменов на этих турнирах Именно бодибилдинга Высокого уровня Все меньше и меньше Качество их подготовки Даже тех, которые высочайшего уровня Желают оставлять лучшего Все больше и больше в сети В тех же журналах фотографии Олдскул Когда показывают, как раньше было Какие люди выходили В каком качестве И идет горячая полемика Тем, что Сторонние дисциплины По отношению к бодибилдингу Условно сторонние Оттягивают от основного направления Бодибилдинг И денежные средства И зрителей И все остальное И бодибилдинг Находится в состоянии Когда все хуже и хуже Для него Есть такая ситуация Складывается И что там надо делать Вот ты как участник Ночи чемпионов 2004 года Правильно я говорю? Да, 2003-2004 Ну я просто беру Это последняя ночь чемпионов В 2004 году Потом она стала В 2005 году Прекратив существование В 2004 году Стала называться Нью-Йорк Про И другой менеджер Возглавил ее проведение И получается, что От 50 участников бодибилдинга На настоящий момент Остается 11-12-13 Спортсмены Не того уровня Совершенно Как это было раньше С теми, с кем это стоял В едином строю Твое отношение К этой Есть проблемы или нет? Хотелось бы услышать Ну, наверное, проблема Есть то, что Бодибилдинг Высокого уровня Бодибилдеров Становится, может быть Именно меньше Но Я не уверен Что если бы там Не вводились Новые дисциплины Что их было бы больше Да, ссылка идет Саша Конкретно На то, что 50 бикини 50 Мэнс Физик Еще там 30 фигур И Вроде как Количество участников Большое Коммерческая составляющая Конкретных людей Возрастает А сам бодибилдинг умирает Я думаю, изначально Скорее всего пошло то Что Функционеры Видели уже Что бодибилдинг Не то, что стал умирать Просто это стало Такой что ли Сектой Элитой Да, то есть Это действительно Можно сказать Секта для Очень одаренных людей Генетически одаренных Потому что там Можно в себя вливать Кучу фармы Но если нет генетики Только посадишь здоровье Но такого вершины Не добьешься Это действительно Таких людей не так много И может быть Не так много Желающих Идти на такой уровень Даже имея генетику И мне кажется Функционеры Анализируя все это Подумали, что раз Все равно становится бодибилдинг Все таки Может не так много Как-то сохранить массовость Да, и добавлять Какие-то новые дисциплины Мне кажется Почему-то так И Тут получается Несколько функционеры Саша А Получается Предприниматели Бизнесмены Мне кажется Это все в одном лице Да, то есть Вплочение Произошло Все равно все идет С Америки Всегда был бизнес Связан с этим То есть С другой стороны А может быть Это и правильно Ведь нет ничего Такого более надежного И долгого Если это подкреплено Финансами Да, если это Самоокупаемо Значит это будет всегда работать Критерий истины Получения Так сказать Или прибыли Да, получается Или что Или возврат по крайней мере Вложенных средств Мы часто видим Допустим в России Коммерческий турнир появился Сегодня есть какой-то спонсор Который хоп А завтра он сказал Мне надоело это проводить И опять турнира нет А когда он самоокупаемый И действительно Ты его развил Как вот сейчас Пример Арнольд Классик Тоже же начинался Наверное там Какого-то минимума И не было выставки Не было ничего А сейчас это Сто процентов Окупаемый турнир В Америке все так вот Поставлено В этом плане Грамотно И я не думаю Что это плохо И не думаю Что бодибилдинг Вымрет Просто может быть Действительно туда будут Не такая массовость Это и так понятно Саш, ну получается Одно противоречие Которое нельзя не заметить Генетически одаренных людей Не стало же меньше В части бодибилдов Да, я и говорю Что стало просто Может быть меньше Желающих идти на эту вершину Да То есть люди Переоценивают ценности Получаются какие-то свои Ну да Ну Как-то Может действительно Какое-то вот Сознание идет Почему Классику придумали Да, что вот люди Может не хотят быть такими Вот фриками Да, а вот хотят Так вот выглядеть Да, но выглядит так Как итальянец Который два раза выиграл Абсолютный Арнольд тоже, я думаю Не все хотят Ну я согласен Да, согласен Но он же классик Просто Бодибилд все равно останется Я думаю И всегда будет удивлять людей Там, кто вот Едет на Олимпию И будут выходить там Пусть их немного Но действительно Все будут Вау, вот это да Это все равно останется Их просто не будет массовость Конечно же Просто Мы же даже на России Бывает видим Когда не было классиков Не было там Сейчас вот шорты эти ввели Да, естественно Мы приходили Зачастую много Низкого уровня Видели в плавках Да, которые называют Вроде их бодибилдер Но он не бодибилдер И они же были всегда Просто сейчас их отсеяли АМИКС АМИКС Advanced Nutrition Presents АМИКС 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 АМИКС